Ну, как мы и предполагали, что будет очень сложный матч, я думаю, сегодня мы проявили больше характер, волю к победе, коллектив, который сражался, но в этой игре это хватило, других может не хватить, это такой один из наших, наверное, худших матчей, которые мы сыграли по качеству, ну, посмотрим, почему это произошло, может быть, поле там помешало, потому что мы на нем интегнируемся, нам тоже приходится привыкать тут к такому покрытию, ну, так, удовлетворение только результата. Много пишут? Я, честно говоря, так особо не слежу. Много пишут? Говорят? Тоже много. Ну, у вас, в частности, где Бердыев не будет? Ну, меня не надо сравнивать с Бердыевым, мы своим путем идем. Ну, может быть, там то, что мы пытаемся не пропустить, да, похоже. Ну, я думаю, сейчас просто такая есть небольшая усталость от вот этих частых матчей и практически одним составом играем. Все покажет конец сезона, по крайней мере, какие-то первые выводы можно будет делать по кончению вот этого этапа до зимы, куда идти, что делать, на каком месте, какие задачи, потом будем говорить, потому что плотность такая большая, что команда играет в ничью и сразу поднимается там на пять мест вперед, поэтому, если расслабимся, сразу окажемся там во второй десятке. Пока удается и ребятам сохранить концентрацию. Будем стараться также каждый матч, вне зависимости от места в таблице, стараться провести на максимуме. Уважаем же все. Я знаю, что они практически контратаки не получались, да, но играют в этом с ним уже 4-4-2, это тоже, может быть, связано с этим? Ну, мы знали, у нас и немножко кадровая ситуация, там не хватает игроков полузащиты, и поэтому мы решили сегодня сыграть два нападающих, чтобы одному было бы тяжело, наверное, зацепиться за мяч, и в центре на таком поле комбинировать было бы сложно, поэтому мы к такому выводу пришли, что лучше сыграть два нападающих, которые друг другу помогали, но атаки не получались. Хорошо, что вот рикошет там помог штрафной, залетел. А так, в общем-то, думаю, что соперник даже имел больше шансов, только нас спасло то, что они не попадали по воротам очень много, и подходы у них были, и завершающий удар, и повезло, что все шли мимо. Поэтому я думаю, что очень сложная победа, и простых не бывает, и мы почему-то с командами в нижней части таблицы играем хуже, чем команды, которые нас опережают. По ним разбираться, я думаю, что надо некогда особо расстраиваться или особо починать на лаврах, поэтому готовиться к следующей игре, лечить больных, восстанавливать. Так что вот, будем стараться идти вперед, пошагово, в каждом туре. Можно еще один вопрос? Тимур Касимов, инфекционное агентство «Татарный форум». Вот вы сказали, что у вас такой планной задачей глобальной, то есть у вас каждый матч задача выигрывается, но все-таки, тем не менее, перед началом сезона в куларах или не в куларах стала задача воскрепиться в форуме. Сейчас вы идете неплохо. Насколько может задача поменяться руководством, чтобы, допустим, выйти в форуме, либо это еще рамо делось, потому что есть ряд открытых форумов? Ну, я думаю, что лишние там задачи могут ребят закрепостить, поэтому мы пока о них не думаем. Ну, если положить состав наш с соперниками, посмотреть, ну, был тогда когда-нибудь такое, чтобы 16 человек, 15 в второй лиге, сразу высшую, им надо в любом случае какой-то этап. Да, сейчас пока идет все хорошо, не будем скривить душу, где-то нам везет. Мы наверху, нам это интересно. Как бы наши руководители не сказали, давайте выходить выше лиги, мы по-другому сыграть не сможем. Мы стараемся и сейчас из последних сил, может быть, даже прыгаем выше там одного места своего. Мы в любом случае, будет задача, не будет задача, каждый матч будем проводить на 100%. Там уже, как покажет турнирная таблица, будет перерыв зимний. Я думаю, в любом случае мы будем усиливаться, подбирать игроков, которые бы нашу игру усилили. Ну, не скромно будет задача ставить команде, которая пока толком не закрепилась в первой лиге. Есть много нюансов, адаптация к всяким переездам, еще на Дальний Восток лететь. И сейчас нам очень даются тяжело тройные игры. Они у нас почему-то в календаре все получаются так, что мы две игры на выезде и с тройников играем, а одну в середине дома. Поэтому очень сложно. И в прошлый раз, когда у нас были тройные выезды, мы очень много потерь понесли. И игроков потеряли, и очки потеряли. Поэтому надо посмотреть, чем закончатся вот эти 25 туров, чтобы говорить о чем-то там в дальнейшем. Хотя, конечно, я думаю, что всем нравится быть наверху. Не лишка будет для наших спонсоров. Надо у них спросить будет. Интересуемся. Спасибо. Спасибо.